Подстанция Новокузнецкая мощностью 500 кВт, расположенная на Северном Аганаке, для Кузбасской энергетики, объект стратегический. Она полностью удовлетворяет энергозапросам соседней подстанции 220, которая питает практически весь Прокопьевский, часть Василевска, а также новокузнецких металлургов. Когда на улице температура ниже 30, потребление энергоресурсом увеличивается на треть, соответственно, возрастает риск нештатной ситуации. Бесперебойность работы солидного энергохозяйства 24 часа в сутки контролируют оперативные дежурные и обеспечивают электронные защитные установки. В случае ЧПМ они способны локализовать аварийный участок, чтобы не допустить остановки всей системы. Повышенная готовность аварийно-восстановительных бригад, транспорта, спецтехники. То есть мы всегда готовы к возможным аварийным ситуациям. Аварийно-восстановительные бригады в течение получаса собираются и выезжают, и либо приходят и приступают к восстановительным работам. То есть все это у нас отлаженная система уже. Проводятся тренировки, поэтому как бы люди готовы. Увидеть источник и причину неполадок оперативной службе помогает регистратор аварийных событий, своего рода аналог черного ящика в самолете. В 2009-м его данные позволили оперативно восстановить энергоснабжение после сентябрьского урагана. На памяти энергетиков это единственная крупная авария, которая происходила на подстанции за последние 10 лет. А случаев серьезного сбоя в системе из-за холодов в истории энергообъекта, говорят, вообще не было. Впрочем, даже если нынешняя зима станет исключением, морозы полностью выведут из строя оборудование, без света успокаивают энергетики, население не останется. Для этого, во-первых, предусмотрен современный дизель-генератор, а во-вторых, переподключение потребителей к новой подстанции Кузбасской, введенной в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Появился еще один трансформатор, помимо наших двух, АТ-1, АТ-2, которые по 801 мегаватту, появился еще один, который снизил нагрузку с нашего оборудования. То есть появилась еще одна подстанция, через которую можно запитать люк Кузбасса, если в аварийной ситуации. В перспективе подстанция Кузбасская временно полностью возьмут на себя энергоснабжение Юга области. Этого потребует капитальный ремонт Новокузнецкой, который запланирован на ближайшие годы и необходим для еще большей надежности важного энергообъекта. Елена Чащина, Сергей Рябов, 27 канал, новости.